Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители нашего канала! Для того, чтобы клубника была всегда здоровой и сильной, ей нужен необходимый уход как весной, так и осенью. Дополнительная осенняя обработка придется очень кстати для ягоды будущего года, ведь огромное количество вредителей привыкли зимовать именно на клубничной грядке. А обработав осенью от болезней, мы увеличим общую урожайность ягоды следующего года как минимум на 15%. Давайте начнем с обработки клубники от вредителей. Когда же лучше делать обработку? Лично я обрабатываю два раза, первый раз в середине сентября, а второй в середине октября. Две таких обработки полностью искоренят поселившихся на грядке вредителей и не дадут появиться новым в осенний период. От белокрылки, долгоносика, земляничного клеща, крестоцветной бложки, слизни и листовертки хорошо помогают такие инсектициды, как актелик, искра и карбофос. И эти хорошие мощные препараты не оставят и шанса вредителям. Большим плюсом станет то, что само растение никак не пострадает, а от химии следа не останется в следующем году. Конечно, такая осенняя обработка не избавит вас полностью от вредителей следующего года, но заметно сократит их численность. Поэтому лучше не пренебрегать этой обработкой. Чем же обработать осенью от вредителей? Любая культура подвержена атакам различных болезнетворных бактерий и клубника не исключение. Серая гниль, черная и красная корневая гниль, фитофтороз, мучнистая роса, белая и бурая пятнистость, а также вертицелезные увядания, это основные болезни клубники. Согласитесь, намного легче предупредить заболевания с осени, чем потом бороться с ними в июне, когда уже висит ягода. Обычно я провожу одну обработку осенью. В конце сентября или начале октября я рекомендую применять препараты комплексного действия. Они хорошо работают по основным болячкам клубники. Эффективные препараты, которые я для себя отметила, это топаз или 3% бордоская жидкость. А вот 1% раствор железного купороса хорошо работает против гнили и насыщает грядку железом. Проводим обработку в любой день, но лучше выбрать пасмурный, без дождя и сильного ветра. Обрабатываем тщательно и землю на грядке, и сами кустики с розетками. Чем лучше и качественнее произведете обработку осенью, тем более качественный урожай соберете в следующем году. Следуйте советам и делитесь своими результатами в комментариях, а также не забудьте заглянуть в описание под видео, там вы найдете ссылочки на лучшие садоводческие интернет-магазины. Всего вам доброго! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!